Операция Курщина. Тотально засекреченная в начале и очень медийная теперь. Россияне рассказывают, что начали свое контрнаступление. В это время на заседании Рамштайн президент Зеленский резонно отмечает, Украина контролирует 1300 квадратных километров территории России. На собственной территории россияне уже потеряли 6000 солдат убитыми и ранеными. Каким был этот месяц для украинских воинов? Как за это время изменилась суджа? И переедут ли россияне с контролируемых территорий в Украину? Подробнее расскажет военный корреспондент ТСН Наталья Нагорная. Это была операция, о которой украинцы узнают из российских телеграм-каналов. Самолеты над головой, прикинь, летают, нахуй, стрепители. Это, блядь, догорает, вон тачка, нахуй, даже пожарка едет. Россияне из Курска сообщают, три сотни армейцев и три десятка единиц техники зашли на территорию региона. По особым приметам – треугольники на технике. Моя машина вон стоит, вот он разбитый. День 2-й, 7-й августа. Путин созвал Совет Безопасности, называет действия неизвестных провокацией. Российские телеграммы кричат о прорыве украинских групп на 15 километров. Украинская власть ничего не комментирует. 8 августа – третий день операции. Никаких комментариев Украины. Шквал мемов в интернете о том, что Курск вышел из состава России. 9 августа – день 4-й. Кадры, снятые местными. Сначала детонируют, а затем зажигательно горит российская военная колонна и техника. Валяются тела российских солдат. Российская власть объявляет чрезвычайное положение на территориях отдельных областей. На пятый день появляется видео, с которого очевидно российские флаги на Курщине падают, а украинские – уже на газораспределительной станции. О присутствии сил обороны на Курщине официально Украина заявила лишь на седьмой день и требует разработать гуманитарный план для этих территорий. Открытие восьмого дня операции. Курщина. Местные понимают и отвечают на украинском. Появляются видео, как россияне массово сдаются в плен. Под контролем уже 28 населенных пунктов и около тысячи квадратных километров. Заявление Путина – это Запад воюет против России руками украинцев. Подобные акции, безусловно… Такие акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск. В соцсетях все больше видео от украинских военных. Велкам ту Раша. И их впечатления от Курщины. В пятерочку заехал, скажу вам так, выбор не очень. 14 августа, девятый день операции. В Суджу заезжает наша съемочная группа. Ничего не остановит идею, время которой наступило. Мы видим сгоревшую технику, практически неповрежденный населенный пункт. Можно заметить, насколько отличается заход российских и украинских войск. Местные скопились в подвале местной школы. В этом подвале остались только гражданские люди, которые скрываются от авиабомб. Увидели, как падает российский флаг. Слава Украине! Героям слава! Какой была эта операция, мы стараемся узнать у военных, но до сих пор не можем называть их имена и показывать лица. Мы доказывали каждому, вот первый день у нас был просчитан детально, то есть все было просчитано и в принципе все получилось первый день так, как оно должно было быть по сценарию. Второй и четвертый, третий также. Дальше мы просто начали получать задачи и уже соответственно по созданной ситуации, которая была вокруг нас. Я настраивал своих бойцов следующим образом. Лучшая война – это война на территории противника. Было очевидно, мы также понесем потери во время этой операции, но военные говорили, она должна поднять боевой дух. Неважно, сколько территорий противника мы захватим, неважно, сколько территорий мы пройдем вперед, сколько возьмем пленных, это неважно. Важно перенести войну, нашу освободительную войну на территорию противника. Военные радуются. Операция, которую они проводят, дерзкая, пощечина российским оккупантам, а авторитет кадыровцев растоптан. Все, что там оставалось, это Ахмат, который нас встретил и в принципе показал, что они не военные и не понимают военного дела. У нас есть положительный опыт войны с ними, но мы его получили здесь, в Курске, потому что они не те, за кого себя выдают. Это во-первых. Во-вторых, они прикрываются этими мобилизованными ребятами, которые служат в армии. Журналистам показывают российских пленных. Среди них кадыровцы, контрактники и кадровые офицеры, но больше всего солдат срочной службы, которые убеждены, их скоро поменяют. Я думал, срочники не нужны тут вообще. Мне кажется, до дома не поменяются. И обмен таки происходит. В День независимости по схеме 115 на 115. Мои целые, Господи, слава Богу! Мой коллега Андрей Цаплиенко заехал в Суджу, когда она уже три недели была под контролем Украины. Российская пропаганда рассказывала им, что идут фашисты, нацисты, сейчас будут какие-то массовые казни, будут пытки или, по крайней мере, сейчас будет месть за наше присутствие в Украине. И потом оказалось, что с мирными все нормально. Военные наладили с ними контакты. Они помогают. Они привозят пищу, воду, не знаю, медикаменты. Настроили им. Там в одном из населенных пунктов, не буду называть какой, чтобы туда не прилетело, настроили им водоснабжение. Обязательное место остановки вот здесь, около указателя. Еще три недели назад, когда мы заехали в Суджу, я не знала, смогу ли я оказаться здесь во второй раз. Но теперь остается факт. Операция Курщина продолжается уже один месяц. За репортажи из Суджи российская ФСБ открыла против журналистов уголовные дела. Но мы, украинские журналисты, в первую очередь хотим увидеть на скамье подсудимых Гааги всех тех, кто стал причиной геноцида, экоцида и войны в Украине.